Сегодня мы будем смотреть спектакль, который называется «Три высокие женщины». Поставил этот спектакль роман Мархолия, русский режиссер, который шесть лет хотел ставить эту пьесу с Зинаидой Шарковой, замечательной актрисой Петербурга. Но шесть лет ему пришлось искать, где и как это сделать, и в один замечательный момент появилась Маргарита Эскина, которая в Доме актеров в Москве решила все-таки открыть первый раз свой собственный спектакль, поставить свой собственный спектакль в Доме актера. И в 2002 году Маргарита Эскина позволила Мархолии поставить эту пьесу Эдуарда Алби. Как я сказал, играет в этом спектакле Зинаида Шаркова из Санкт-Петербурга, играет там еще и Людмила Дребнева, замечательная московская актриса, Татьяна Борисова. А пьеса – это удивительная на самом деле штука, потому что Эдуард Алби, все в России знают Эдуарда Алби как гениального американского драматурга, мастера, классика и так далее, и так далее. А мало кто в России знает, что в Америке он стал очень знаменитым в конце 50-х, начало 60-х годов. И впоследствии критики просто его вычеркнули. Уже к концу 60-х годов считалось в Америке, что Эдуард Алби вообще не существует как драматург, что обращать внимание на его творчество не стоит. Очень многие издевались над ним, над его работами, он продолжал писать пьесы, продолжал писать, продолжал писать и продолжал писать. Дело в том, что в России все время ставили его пьесы, и он действительно стал классиком мировой сцены именно в России. В 91-м году Алби написал пьесу по названию «Три высокие женщины». Пьесу даже не поставили в Америке. Чтобы поставить эту пьесу, Алби пришлось поехать в Вену, где пьеса была поставлена, пользовалась большим успехом. Через несколько лет, в 94-м году, пьеса появляется в Лондоне, на Бродвее, по всей Америке, по всей Англии, по всему миру. После этого стал опять его ставить в Америку, по всей Америке, в Лондоне, в Европе. И недавно в Америке вышел пятитомник всех пьес Эдуард Алби. Он сейчас признанный классик американской драматургией.